Особое мнение на 101FM Вы были, выступали и сказали, что у вас есть три замечания к проекту генерального плана Давайте слушателям поясним, что это за замечание и что вы хотели скорректировать Во-первых, замечания не три, а три, которых просто не были озвучены, добавить Потому что самое главное замечание — это разработка генплана Я сразу сказал, выступал в целом, потому что, во-первых, это не амбициозно Во-вторых, это просто разделение, вот как комитет по делам буржуазии местной Это то же самое, просто учет интересов межолигархических структур и не более того Потому что граждане высказали, не сказали свое мнение по третьему мосту Что это просто абсурдно и просто даже ни в какие рамки Они высказали другие замечания, притом очень серьезные Потому что нет никаких серьезных подходов к разработке То, что предложили ученые, ведь им посылы формировали именно чиновники Они обсуждали, они делали с их подачи И по большому счету мы ничего нового не увидели Это вот похоже вот так же состряпано, как в свое время рязанская фирма За несколько недель буквально до сдачи состряпала транспортную схему С которой мы потом даже ничего не внедрили, а деньги заплачены Поэтому эти все вещи, которые сейчас тоже Они требуют не только обсуждения, а очень серьезного отношения Именно к видению будущего города У нас как реальной такой стратегии развития города еще нет Потому что, когда я был на комиссии, меня включили Там только слова и не более Посылы и слова При том, что я узнал еще некоторые амбициозные такие вещи Так, на дизайн-код 4,5 миллиона отмыть Это просто вещи такие Притом совершенно оторваны от действительности Люди в каких-то витают фантазиях И у них другое У них схемы финансовые и, как говорится, коррупционные составляющие Тут я тоже увидел вот именно это Потому что я отметил три проблемы, которые очень важны для города Во-первых, у нас так называемые подбрюшья назвал Но тут как раз практически в городской черте находятся два Это Посеговская, Федяковская, сельские поселения, Шутовщина За то, что сегодня территории Кирово-Чепецкого района Да, территории, но они находятся, вот даже посмотрев план города Они вплотную, с застройкой вплотную И там, понимаете, такие вещи творятся, что, например, из-за плохой дороги Ликвидировано автобусное сообщение Потому что не хотят автобусники ломать свой транспорт именно на таких дорогах А денег на ремонт дороги нет И никогда неизвестно, никогда не будет Единственный выход – это именно использование городских средств Для того, чтобы развивать эти территории Необходимо использовать уже мощности ближайшего мегаполиса, можно так выразиться, нашего города Если я не ошибаюсь, то вот эти территории как раз Они хотели уже неоднократно присоединяться к городу Но, по-моему, там какая-то есть проблема Да, проблема, потому что, видите, главы настраивают по-своему Для них это источник существования Так называемая коррупционная составляющая И они хотят в этом пользоваться Сами понимаете, они настроены отрицательно И настраивают жителей Но жителей, видите, им нужно не… Какие-то там вещи виртуальные Им нужны решения их проблем А решение проблем – это именно включение, это развитие города И включение этой части Так же, как Новоавиатский район в свое время включили То же самое и здесь То есть вы нацелены на то, чтобы включить вот эти территории Даже не я нацелен, местные жители Когда вы сказали, другого выхода там нет И как не оттягивая вопрос, потом будет только больнее И я поставил задачу и главе города, и главе администрации Что необходимо решать эту проблему Нужно стратегически смотреть Не только оставить это перед губернатором Если надо там и выше Потому что эти задачи именно развитие населения Которые пользуются той же инфраструктурой, пользуются городскими услугами И всем остальным Вот первый вопрос То есть нет стратегического видения, нет будущего Нет как бы государственного подхода Второй вопрос – это то, что транспортная схема То, что они придумали Ну, вот по тому же голосованию в газетах О том, что людям нужен западный обход И буквально вот перед этим накануне Даже не накануне, в этот же день я выехал И искал, как бы, где же этот западный обход Потому что в 98-м году его уже начинали строить К сожалению, да, в первом году, в 2001-м закончили Потому что якобы не хватило денег И когда это я увидел, посмотрел Это такие конструкции, знаете, как дворец Махаранджи Под боком города То есть фактически все уже построено Тем более конструкции, как бы, готовы для дальнейшей эксплуатации Только надо найти деньги для достройки Понятно, да, в то время изменились там СНИПы, изменились подходы Но самое-то главное, что кто-то заинтересован Какая-то или коррупционная составляющая там имеется Или что-то еще, или кто-то какие-то огрехи Потому что там разворовывают уже песок Там разворовывают насыпь фактически А все готово Только вкладывай небольшие деньги Переводи, регулируй план То есть за полгода можно достроить Ну, если учитывать, что надо план разработать И все, то за год-полтора это можно сделать Главное, политическую волю иметь И таких подходов очень много Не просто авантюрные вещи Как, например, разделение На три автовокзала Нашего городского вокзала Соединение его с дорожным вокзалом Просто это тоже абсурдно Потому что уже транспортная сеть Там, наоборот, надо увеличивать Ту же Комсомольскую улицу, расширять Потому что там есть возможность для расширения Несколько полос делать Потому что она так и строилась Так и проектировалась И надо для того, чтобы там не было еще и площадка Которая для парковка, для автотранспорта Не в центре Там необходимо подземный переход строить Потому что надо развивать город И надо развивать его амбициозно А, к сожалению, я этого в генплане Никакого видения в генплане вы не увидели Совершенно никакого реального видения Серьезного там нет Есть только какие-то посылы И желания определенных олигархов Ну, тот же Третий мост Там люди прямо говорили Что это желание им вересники обеспечить Притом это, не знаю, какой-то спортивный Такой спальный район будет Да-да-да Притом еще сделать, чтобы с той стороны Туда приезжали, как сказать, люди обеспеченные И пользовались этими услугами Больше ничего Потому что экономической целесообразности Там никакой не видно Необходимо, наоборот, делать нам тоннель на Нововятск Делать и это решать уже Потому что по-другому никак Делать или путепровод Сами понимаете, потому что это стопорит все движение Необходим западный обход Потому что это только политическая воля Не 27-28 год, как они планируют А уже сейчас Если найти тот же миллиард в дорожном фонде Можно уже закончить все это Надо только политическое решение Миллиард остается каждый год Понимаете? Это все вещи такие, которые необходимы от решения И третий Это вопрос о культурно-исторической составляющей Которую сейчас уже наметили о том Что уже Осипов заявил Что надо пересматривать Объекты, которые имеют историческую ценность Может какие-то выводить объекты То есть дома, которые у нас Условно говоря ветхие Какую-то историческую ценность имеют Что типа их целесообразность Их защиты государством Надо снимать И это сам А ваше предложение заключалось в чем? Наоборот, надо сохранять Это вот говорят о том Что надо им как-то Настаивать на переиновании Города, еще чего-то Но они в то же время Разрушают всю историю Разрушают то наследие Которое у нас сохранилось историческое Наша задача сейчас развивать город Думать о будущем И правильно Многие жители об этом говорили Надо абсурдные вещи Которые не стоят ничего Ни копейки А только имеют какую-то политическую авантюру Прекращать Надо развивать город Киров дальше Это современный промышленный центр Об этом мы говорили Давайте мы про развитие чуть попозже проговорим Сейчас про сохранение исторических объектов Вы на слушаниях об этом тоже говорили И говорили о том, что Как я поняла Что вы против того Чтобы переносить стадион Динамо В район Вересников Это он уже исторический Мало того, что это определенная часть нашей истории Но ведь исторический там кафедральная площадь Исторический там и Стадион Динамо Где наши прославленные спортсмены Занимались, воспитывались Конькобежцы Понимаете, это вещи такие Которые мы должны сохранять Вот эта история Это уже тоже история Ее нельзя не выбрасывать А исторически говорить Исторически вообще у нас Хлынов был чистоколом И тут на этом месте Вообще болван городок был Мы это будем вспоминать Мы не это будем вспоминать Но мы будем вспоминать Я когда готовилась к эфиру К этому Я специально посмотрела На месте кафедральной площади И почему, в общем-то Я вам этот вопрос задаю Потому что кафедральная площадь Она, в общем-то Ну, представляет такое Советское наследие Сама по себе Потому что именно на ней Проходил в марте 17-го года Праздник революции начинался И именно там отмечали Первую годовщину Великой Октябрьской революции В ноябре 18-го года Поэтому для меня От вас, как от коммуниста Был этот аргумент Против восстановления Кафедральной площади Или Соборной площади Как ее называют Что вы против вот этого Поэтому для меня Это было удивительно Я считаю, что нам сейчас Особенно на этом месте Никакая площадь не нужна Есть То, что сделано рядом Надо воспитывать Лучше создавать Стадион трудовые резервы Туда деньги вкладывать Потому что это объект Уникальный Который надо развивать И сохранять А до сих пор Вот опять же Вина городской администрации Что не могли отстоять Свои права Какие-то чиновники Не направили Не знаю по какой Тоже, наверное, Карака Это коррупционная составляющая Но правоохранительные органы Это выяснят Когда Просто не отстояли Интересы города И сейчас до сих пор Вот спорные интересы Там собственность признали Организация Юно-Святки Так называемая С которым Но этот вопрос Мы не снимаем Будем добиваться того Чтобы все эти вещи Были отброшены Чтобы трудовой Стадион трудовые резервы Развивался Притом Всякие лоббиски Со стороны Чурина Со стороны других Крепостного Это все вещи Которые просто Как сказать Навязывают городу Совершенно другие мнения Они пытаются Что-то на этих вещах Заработать Давайте мы ваше мнение Услышим Я считаю Что там не надо Воссоздавать Вот то что есть Там есть Надо сохранять То что имеется Потому что Есть возможности Для реконструкции Для чего-то еще Но никакие объекты Это уже историческую ценность Они имеют Притом огромную Все остальное Это от лукавого Понимаете Вот вы сказали Что вы за то Чтобы развивать город В том числе Сказали про Федиковское Сельское поселение Я так понимаю Что вы за то Чтобы развивать город ширь Но на общественных слушания Было высказано мнение О том Что давайте развивать город Более комплексно Чтобы люди имели возможность Дойти до каких-то нужных объектов Не используя Ни общественный транспорт Ни личный транспорт Чтобы рядышком была школа Детский сад Поликлиника Больница Там все Спортивные секции И так далее И так далее Но ведь это ничего не учитывалось План Который был в 2007 году Все-таки мы расширяемся Или мы идем К комплексной Компактной застройки Компактной застройки Она уже не нужна Город застроен Притом застроен Сверх меры Представляете Не хватает Они же высказали Что не хватает Социальных учреждений Не хватает другого Нет доступности шаговой Притом большинство объектов Как социальной сферы Как культурно-бытовой сферы Они нет Потому что была Быковская точная застройка Которую настроили Вот В городской черте Тем более Еще наш город признан Историческим поселением У них есть определенные нормы Что можно застраивать Что нельзя застраивать Но не весь город Это только определенная часть Да-да-да И сплошь это нарушалось Но вот в том-то и дело Что если мы сохраняем историю Надо идти дальше Надо года развивать Притом развивать Еще промышленно Потому что Что бы мы ни говорили Вырастив там Квадратные метры Или построив больше Жилья Мы не Увеличим Население Население увеличивается Если есть работа Если есть промышленность Если есть созидание К сожалению Этого мы не увидели Даже по тому же Биохимзаводу Ориентировали Что биотехнологический Кластер должен быть Тут тоже ничего Реально не сказано Никаких Что мы делаем Как мы делаем Как развиваем Где производство Тем более Это производство Определенной вредности Как Где они будут За городской чертой Дальше Понимаете Это все не учитывается Все только какие-то посылы Притом нам оговорки Говорят Что вот Тут только направление Больше ничего То есть направление Через реку Вятку Мост построить Третий Который сейчас Совершенно не нужен Особенно Даже экономически Нецелесообразен А вот Западный обход нужен Но тут никаких решений нет Политической воли нет Нет Но почему Западный обход есть В проекте генерального плана Так он есть Но понимаете Вот он должен быть И люди уже задыхаются Не первый год И тем более Луганская Она рассчитана была На другое Там Ограничение 18 тонн Понимаете Это если какая-то Коллапс Все развалится И что У нас вообще не будет Запада Никакой ветки Это все Ну то есть В вашем понимании Комплексное развитие Сегодня невозможно Учитывая тот Вариант Состройки Нужно продумать Все Нужно продумать Там идеи-то поданы Правильно Некоторые Со стороны разработчиков Но со стороны заказчиков К сожалению Нормальных идей нет Там только лоббизм Крепостного Гозмана И Других олигархов Нашего города Ну вот смотрите Вы говорите Нет С их стороны Идей Но я так понимаю Что вот я когда Слушала Выступающих И прежде всего Авторов проекта Представителей Компании Гипрогор Создалось впечатление Что вот этот Генеральный план Он все-таки Некая идеальная модель То есть Это не вещи Обязательные Для исполнения И уже Дело администрации Дело городской власти Решать Какой Весь они Этот генеральный Генеральный план Будут реализовывать Или возьмут Какую-то часть Или возьмут Какой-то определенный проект То есть То о чем мы говорим Что нужно сделать Для того Чтобы вот Этот план И даже тот западный обход Даже в те даты Которые вы назвали Чтобы он был реализован Потому что маршрутной карты нет Есть просто какой-то набор Ну некий набор пожеланий Да Только набор пожеланий Вот как бы Хотела Как говорится К сожалению Все оторвано от реальности Надо именно А что делать с тем Чтобы вот появилась Маршрутная карта Чтобы появилась Действительно какой-то Там 20-й год Такие-то работы 21-й год Такие-то работы Любой план строится На чем На каких-то Реальных вещах То есть Тоже опросы мнения Смотреть развитие Той или иной части То есть Тоже зонирование города Притом зонирование Не просто Как правильно вы сказали Чтобы была шаговая доступность Но с другой стороны Чтобы понимали Какая часть Для каких задач Предусмотрена Если центральная часть Для одного вопроса То другие части Должны быть промышленные зоны Куда должен быть Доступ населения Куда должен быть Постоянно Чтобы люди могли доехать Добраться до работы Понимаете Должны быть Какие-то зоны развития Должны быть зоны Инновационных вещей Вот нам говорили Вы ничего этого не увидели Да То есть Мы видите В том-то и дело Что нет вот Комплексной Нет системности Как таковой Тогда что с этим проектом делать Она намечена Но к сожалению Нет Надо дальше развивать Надо как раз Всем гражданам Подключаться И Притом отбрасывать Интересы каких-то Олигархических группировок Надо смотреть Общественные слушания прошли Я думаю Что больше не будет Нужно подавать Сейчас история Все равно подача Подача идет В письменном виде Вот этих пожеланий Будут ли они учтены Или не будут Это уже другой вопрос Надо учитывать Добиваться Мы со своей стороны Как депутаты Будем этого делать Понимаете Генплан Он как раз Это показывает О развитии города Ведь Другое дело Вот тот генплан Который в 2007 году Был признан Вернее принят Он только на 20% Реализован Понимаете С чем-то С небольшим Но это все И при том реализован По некоторым точкам По всем остальным Фактически нет Нет Но если мы имеем ввиду Что генеральный план Это не там Какой-то жестко Регламентирующий документ Это просто какой-то Набор пожеланий То в общем-то Он не должен реализовать Был на 100% Понимаете Он как раз До 40-го года Это план По которому Мы развиваем город Если принята Какая зона Она уже ведь не изменится Там будут строить Например Если многоэтажное строительство Значит будет Многоэтажное жилое строительство Если там будет завод строить Значит только завод Ведь это как раз Генплан В соответствии с генпланом Это все идет А если мы будем От всего конечно говорить Но представители компании Гипрогор говорили о том Что да Вот если администрация Сделает То сделает Мы просто вам говорим Что вот здесь Должна бы быть школа А потом выступает человек И говорит А у меня залезла Вот эта школа На мой земельный участок Так вот как раз Если это будут Интересы сталкиваться И вы сами понимаете Пока только учитывается Одной стороны Вот как раз Как называемых Тех кто курирует город Кто его условно говоря Сейчас приватизировал Главная задача сейчас Чтобы учитывалось Мене жителей Чтобы город развивался Притом развивался Комплексно и системно Этого к сожалению Я не увидел Не увидел именно отношения Вот когда мы имеем Такие как бы Условно говоря Сооружения Как дворцы Махараджи Которые уже зарастают И которые разворовывают Растаскиваются То это просто Бардак То есть ваша задача сейчас Просто говорить Что нет у нас Реального управления Нет системного видения Как мы будем развиваться Вот генплан Он как раз дает Понятно что это Только лишь схема Это какой-то каркас Для развития Но это каркас Который уже направление делает Строим например Мост Новоядский Или строим через Ятку Понятно что они говорят Что только направление Конкретно улица Азина Будет развиваться Ну какая-то Ну сами понимаете Ведь задача там Развить вересники Притом это тоже Абсурдный проект Я считаю То есть обваловка И там практически Потребуется столько песка Что это на пирамиду Хеопса Проще построить Чем вот этого песка Ведь и надо его где-то завести Если мы будем копать Ту же вятку Русло меняется Это вполне может Мы говорим про песок Чтобы немножко поднять Да понятно Это фактически Как Голландия Сами знаете Голландия находится Ниже уровня моря И чтобы она Там надо постоянно Или откачивать воду Или же вот Чтобы была постоянная Веща Которые защищали его От наводнений И всего остального Ваша задача Вот как депутаты сейчас В чем состоит По работе В том чтобы придать Видение Развитию города Определенное видение Притом видение О том что город Развивался и промышленно Как культурный И промышленный центр Кировской области И не только Кировской области А вот этого Зоны региона Которую сейчас выделили Определенное там Вятско-Камско Или как они назвали его Вот чтобы этот Микроэкономический Микрорайон Или район Он развивался И развивался Достаточно стабильно И системно И здесь важно Область у нас сейчас Как срывая Додельная корова Которая Начиная там С Белых, Навального И кто только Не попользовался Ее ресурсами Сейчас пользуются Сели на те же схемы Новые начальники пришли Пытаются это все Развивать дальше На самом-то деле Никакого развития нет Никакой промышленности Не развивается Рабочие места Только констатируются Что у нас уезжают Районы сокращаются Сельское население Сокращается Уезжают в город Но даже город Этого не учитывает Понимаете Не учитывая то Что у нас большинство Жилья Которое строится Это инвестиционное жилье То есть Треть жилья Там никто не живет Никогда жить не будет Его вкладывать Для того чтобы Вкладывать деньги Все А это опять же Проблема И надо тоже ее решать Надо принимать Решение на уровне города Хорошо что люди покупают Жилье Значит есть деньги Да хорошо но если В нем не живут И никого не пускают То зачем оно нужно Понимаете Только как бы Вот как золото Которое мертвым Дерезом лежит Где-то там в одном месте Тут то же самое Это только нагрузка На инфраструктуру А надо наоборот Стимулировать Развивать Чтобы жили Чтобы развивались Все таки Вы Вот говорите Я буду там работать На тем чтобы он стал Структурным документом В чем эта работа заключается То есть вы вот эти Предложения подадите В письменном виде В администрацию Да мы будем обсуждать Тем более на партийном уровне На других площадках Потому что вот я говорю Что не вижу Именно вот того видения Как будет развиваться Город стратегически Притом именно С государственным подходом Не просто так вот Местечковым Что город Киров Мы в границах находимся Где-то тут что-то занимаемся Нет развиваться И агломерация Развиваться И вся Кировская область Потому что это единый комплекс И не только Кировская область Но и микрорайон экономический Который позволяет Именно дать перспективу Нашим гражданам Дать перспективу На развитие На созидание Чтобы у нас в области Было будущее А иначе все Город окажется районным центром Нижегородского края Как уже было в истории В том виде В котором есть Этот генеральный план Сейчас И если ваши предложения Например Не будут учтены Или будут учтены Частично Когда этот проект Поступит уже В городскую думу Есть какое-то понимание Как вы будете За него голосовать Будем смотреть Потому что сейчас тоже Говорить и гадать Мы не гадалки Надо смотреть Обсуждать Потому что я считаю Вот в таком виде Его нельзя пронимать Надо его дорабатывать И потом достаточно серьезно То есть документ Который требует Доработка Да Особое мнение Алексея Водинцева Депутата Кировской городской думы Давайте мы Раз уж мы о городе говорим Затронем вопрос С запросом Который направил Сергей Мамаев В областную прокуратуру Запрос этот Касается Нарушения Елены Ковалевой Главой города Регламента В части созыва Внеочередного заседания Городской думы И в части Назначения Кадрового конкурса На должной главой администрации Сергей Павленович Призывает Значит Призвать Елену Ковалеву К административной К уголовной ответственности Вот Есть ли какое-то понимание Что сейчас С этим Запросом Да На каком стадии Есть ли какая-то уже Реакция от прокуратуры И уверены ли вы В том Что ведомство Ну действительно найдет Какие-то подтверждения Нарушения регламента Несмотря на то Что есть там Судебное решение Мы Там Знаем его Понимаете Тоже вот опять же Гадание То есть есть уже ответы Есть ответы Которые дают надежду На то что этот вопрос Будет развиваться А не будет оставлен Просто так На самотек Ну сейчас я думаю Самое главное Чтобы законность У нас восторжествовала И чтобы Реальные люди Которые Что-то там нарушают Они понесли Определенную ответственность Чтобы не было Потому что любой поступок У нас часто Вот сейчас политики Пытаются Желаемые выдавать За действительные Пытаются продавить Какие-либо вопросы Мы ведь видели Как Ведь самый главный вопрос Надо было продавить Нужного человека И сколько это было Три попытки Притом все попытки были И фальсарты И все остальное Притом Тихой сапой Тихой сапой Продавили И притом Мало того Что еще и пытались Нарушить Те же законные Процедуры Которые для этого Требуются Ваша цель Конечная Просто призвать Главу города К ответственности Или все-таки Снять Главу администрации Я считаю Что сейчас Глава администрации Не на своем месте Поэтому Притом Он лоббирует Интересы Тех людей Которые Ну просто Свои коммерческие Интересы Преследуют Через это дело То есть Конечная цель Это все-таки Снять Глава администрации Конечная цель Да То есть Для того Чтобы у города Были руководители Достойные Руководить города Чтобы также И видели будущее Перспективу И развитие Вот это Самая главная цель Но к сожалению Да Вот Как пойдет Дело Это Но я думаю Мы будем добиваться Делать все возможное Потому что Нельзя оставлять Потому что Часто против нас Против оппозиции Используют Какие-то незаконные методы Нам приходится Защищаться И на это Очень много сил расходуют Но когда они Это все спускается На тормоза Мы добьемся Чтобы на тормоза Не спускалось А именно Было логическое Завершение Любого дела Нельзя Там более в политике Делать голословное Заявление Как говорили О сокращении Депутатов Там так же Как Шлемензон Пытался Ограничить Выступление Ну понимаете Депутат Для того и существует Оппозиция Чтобы говорить Парламент Он от того и происходит Слово Парле Говорить Французское А если Единороссы молчат Понимаете Если сейчас депутатов сократишь Там останутся одни Единороссы Которые молчат Давайте про сокращение депутатов Мы поговорим после перерыва У нас сейчас реклама И мы вернемся И продолжим Особое мнение На 101FM Возвращаемся в студию Особое мнение Гость сегодня Наши программы Алексей Водинцев Депутат Кировской городской думы Руководитель фракции КПРФ Алексей Владимирович Уже обмолвился Перед перерывом О том Что мы будем говорить Про инициативу Романа Титова О сокращении численности Депутатского корпуса Поэтому собственно говоря Давайте об этом и поговорим Роман Титов Пока еще Не оформил ее законодательно Насколько я знаю Документально Она никак не оформлена Пока просто озвучена в СМИ Инициатива о том Чтобы сократить Число депутатов Которые прошли В новый созыв Законодательного собрания По спискам Сейчас я напомню У нас 27 депутатов Одномандатников 27 списочников Соответственно списочников Будет в два раза меньше Будет не 27 А 13 Аргументация у этого предложения В общем-то Хорошая Правильная И хочется действительно верить В то, что сокращение Затрат на парад Законодательного собрания Действительно будет существенным Как говорит Роман Титов Не знаю Так ли это будет На самом деле Ну в общем-то Среди аргументов Кроме сокращения Затрат Это повышение Конкуренции На выборах Потому что Списочники выйдут Из тени И пойдут В поляк Избирателям Это сокращение Еще и на депутатский Корпус И в общем-то Создание более Энергичного Более мобильного Депутатского корпуса Который будет Вот Ваше отношение К этой инициативе Что вы по этому поводу Думаете Что партия По этому поводу Думает И нет ли здесь Какого-то Ну не знаю Подвоха что ли Ну в политическом отношении С одной Вот я считаю Что это политическая глупость Но эта глупость Идет не просто так Вы видите Тенденции партии Чтобы сокращать Как сказать Количество депутатов Идет Тенденция сверху От партии власти И партия власти Боится оппозиции Поэтому она старается Выдавить Чтобы представителей Оппозиции Было как можно меньше Вот например Тут на регламенте Когда обсуждали Посмотрели Что в городской думе Фактически единственный Депутат Который не был В Единой России Это Алексей Владимирович Вотинцев Все остальные Депутаты Так или иначе Уже побывали В партии Единой России То есть в правящей партии Потом они По каким-то причинам Вышли То в молодую То в ЛДПР То в справедливую Россию Были не согласны Сами понимаете Все Фактически с одного А это тоже говорит о том Что они фактически Только Обсуждают интересы Правящего класса И интересы Которые только Лишь имеют Какие-то противоречия А внутри они С этим курсом И со всем остальным Согласны Только незначительно Какие-то изменения Я считаю Например Что надо принципиально Менять подходы И принципиально Менять вещи К той же самой Депутатской системе Депутат Который работает Он работает Населением Он сам проявляет Инициативу Идет На любой Как сказать Условно говоря Сигнал от избирателя Идет проверка Притом проверка Не просто защищает Там тот или иной интерес А именно добиваясь Правды, справедливости И законных требований И как раз КПРФ это делает И мы работаем У нас все В единой команде И депутаты Местного самоуправления Депутаты Законодательного уровня Регионального уровня И Государственная дума И все работаем в связке Потому что делаем Единственное одно дело Это помощь И защита прав И интересов Трудящихся И рабочего класса Вот этот аргумент Романа Титова О том, что Все-таки Депутаты Списочники Выйдут из тени Пойдут в поля К избирателям Он на сколько Не пойдет Это только посылки Геноросам Понимаете Они просто так Обрюзжали И уже зажирели Что партия власти Пытается их Как-то заставить Показывать Вот например Тут тоже Забегая вперед Была территория смыслов И как раз там Алексей Чесноков Задал вопросы Что вот Позиции такие Как притолог Который идет Именно не просто так От администрации президента Он фактически идеолог И ту же линию несет Он говорит Что да Надо Надо Больше дискутировать Больше площадки делать Для того и депутаты И существует Притом этот посыл Идет именно Для правящего класса Притом была провокация С его стороны Как раз на КПРФ Он пытался там Депутатов Вернее не депутатов Молодых Будущих депутатов От КПРФ Спровоцировать На диалог Притом Провокацию Не удалось На мой взгляд Да Там ребята Показали Свой Политический темперамент И зубки Условно говоря И дали ему отбой Он даже вышел Немножко из колеи И даже расстроился Но смысл Совершенно в другом Смысл в том Что партия власти Пытается решить Свои проблемы За счет всех остальных Они не пытаются Развивать оппозицию Они не пытаются Развивать Какое-то мнение А зачем им развивать Оппозицию Для того чтобы Если они говорят Посыл Для того чтобы Развивалось Дело делалось И развивалось Государственное дело Государево дело Для этого Нужны разные мнения Но эти мнения Они сталкивают Не со стороны оппозиции Они сталкивают Это все для того Чтобы их Как сказать Правящая партия Была более мобильной Более дееспособной И более Как сказать Там Как сказать Деятельной Потому что Главная проблема У них нехватка кадров Ведь тоже сейчас Кого поставили На главу администрации Города Осипов Это только из-за того Что нет других кадров Не могли ничего подобрать Поэтому таких моментов Очень много Притом Тоже самая оппозиция Особенно та Которая Находится Вот ЛДПР И крылья Единой России И справедливая Россия Левое и правое крыло У них то же самое Нет кадров Те которые подготовлены Те которые готовы Быть с государственным уровнем Я хочу сказать Как касаемо кадров В программе Алексея Гузьмина Если я не ошибаюсь Были представители Всех партий Как раз таки говорили О том Что не хватает Действительно кадров Но вот это сокращение Численности Депутатов Одномандатников Разве не помощь Это оппозиции С тем чтобы Не надо искать Такое большое количество Кандидатов Вот пожалуйста Кандидатов будет В два раза меньше Так кандидатов понимаете Будут проходить Только денежные мешки Потому что система Избирательно построена так Что только Выигрывает сейчас ресурс Не какая-то Как бы оппозиционность Не какое-то мнение А именно ресурс И пройти депутату С иным мнением Как от правящей партии Фактически становится Невозможным А это значит Никакого другого мнения Не будут И уже будут Представители От партии власти Решать Это мнение Надо выслушивать Или не надо выслушивать Они будут между собой Делить коррупционную составляющую Они будут между собой Решать какие-то Местечковые вопросы Управлять нами же Через какие-то вот Вещи Которые они сами Себе создают И сами Это видение формируют А наша задача Сейчас для того Чтобы наше мнение Было не только услышано А чтобы страна развивалась Ведь посылы Которые дал президент На развитие Чтобы наша держава Вошла там В пятерку лидеров Они реально Не реализованы Потому что Нет никакого Плана Нет дорожной карты Как этого достичь Да ее не будет Никогда при этой системе Понимаете Очень сложные Идут противоречия Что посылы одни А возможности Для их выполнения Совершенно другие Эти противоречия В конечном итоге Доконают эту систему Уже сейчас Идут сбои То что произошло Вот всенародное голосование Это именно сбой Этой системы Когда уже голосуют На пеньке Когда следующие выборы Уже будут три дня проходить Потому что система Уже неадекватна Она рушится Она рассыпается Она гниет на глазах Ну то чтобы система Была адекватна Должно быть больше Депутатов оппозиционных Это для того Что всегда молодая кровь Хорошо Предложение Это говорит Когда бюрократия Идет впереди Значит все Это загнивание Все пошло на умирание И единственный путь Для возрождения Это дать молодую кровь Дать для того Чтобы и демократия развивалась И чтобы реальные мнения А не какие-то там Как сказать Интересы Каких-то экономических структур И финансовых Экономических структур Проводились А чтобы именно Интересы масс Интересы тех людей Которые живут в нашем городе Хотят жить В чистом городе Экологически защищенном Чтобы получать Хорошую работу С хорошей зарплатой Чтобы лечить детей Чтобы дети хотели В детский сад В ясли В школу В доступном расстоянии Ближе к предложениям Титова Все-таки Вы говорите Чтобы нам развивать страну Развивать регион Нужна больше оппозиции Вот это его предложение Оно по оппозиции ударяет или нет Если да То насколько сильно Оно выдавливает всю оппозицию При существующей системе Тех же Фальсификации на выборах И всего остального И так же Как говорил Что административный ресурс Сейчас используется по полной Финансовый ресурс Тоже находится где Находится у тех группировок Которые заинтересованы Финансово И они как раз У нас ведь большинство Смотрите лобби Аграрное лобби Которое Просто защищает Свои интересы Получает дотации Делят пирог Больше ничего Притом это огромные деньги Если посмотреть Это просто страшно Другие финансовые потоки Коррупционную составляющую Себе формируют И как бы перенаправляют Так же Это только Вот комитет по управлению Делами буржуазии Притом мало того Что они В ущерб Они уже дошли До такой степени Что сами съедают Как бы Свои же перспективы Это самое страшное И сейчас Председатель правительства Чурин Он к сожалению Не делает ничего нужного Наоборот Сидит на потоках И только Их как бы Перенаправляет В нужную Для себя сторону То же самое Губернатор То же самое Другая система Это все построено Совершенно на других Принципах Не на тех На которых Должно развиваться Нормальное государство То есть Чем больше будет оппозиция Тем лучше будет Не просто Больше оппозиции Я говорю именно О другой позиции Альтернативных Такая позиция Вот я говорю Что есть у КПРФ Потому что Так или иначе Справедливая Россия ЛДПР Они лишь только Как сказать Подправляют То что уже создано Реальная перспектива И реально Совершенно Противоположная позиция Альтернативная позиция Именно у КПРФ И других сил То есть КПРФ Не одна партия Она формирует Так же У нее есть Народно-патриотический блок С кем она работает Другие партии Которые понимают Что надо развиваться И предлагают Созидательный Иной путь развития Притом Это путь развития Как увеличить бюджет Федеральный Как увеличить Областной бюджет Как дать будущее Нашей области Региону Городу У нас там не хватает кадров Не хватает оппозиции Нам нужно там Что проходят там В какие-то органы власти Только денежные мешки Да И Вот Вот это нехватка кадров Не знаю Одновременно с этим У нас Идет Вы правильно говорите Что у нас Есть и В общем-то И запрос на обновление И кадров не хватает И при этом Люди все время Одни и те же Да И вот Тот же вопрос Который вы затронули Как раз И про Чеснокова Который сказал там Про необходимость обновления Партийного руководства Вот вопрос В том Нужно ли Какие-то обновления Должны ли происходить У нас здесь в регионе В оппозиции Чтобы эта оппозиция Да Если она хочет получать Новые места Хочет получать Больше Больше мест Хочет получать Больше голосов Избирателей Может быть Необходимо обновляться И тогда не только Денежные мешки Будут проходить Чтобы обновляться Нужна цель Просто обновляться Ради обновления И ничего не принесет Понимаете Взяли и создали Разломали И поставили снова То есть идет определенная позиция Вот например Мы находимся в жесткой борьбе Противостоянии Существующему курсу Как капиталистического развития Так и коррупционного Который сейчас происходит Вместо того Чтобы созидать У нас все построены Делить потоки Существующей власти И перераспределять Я говорю об обновлении Именно внутриоппозиционной Я перевожу на это Потому что Аппозиция Так или иначе Обновление идет Но опять же Примеры этих обновлений Вот тут сказали В справедливой России Что это такой пример Обновления власти На самом деле Никакого обновления нет Это наоборот Пример как нельзя делать Потому что Вместо того Чтобы вовремя Принять решение Еще 6 лет назад Когда Доронин Шел к банкротству Сейчас он банкрот Фактически Получается так Что он не имеет права Подписывать определенные документы И пришлось поставить Другого человека Но это уже вынужденная мера Понимаете Но это они развиваются Потому что Справедливой России Как таковой партии нет Она существует Только на период выборов И она создавалась Специально Как увезти определенную Часть избирателей От КПРФ Придать им Социалистический лоск Там какие-то видимости Социальных надежд Для определенных слоев Мелкобуржуазных слоев Но ведь это в руках КПРФ Вернуть своих избирателей Если КПРФ действительно Против КПРФ А сколько партий Обманок создается Уже сейчас создано Коммунисты России Там сейчас создаются Различные с такими названиями Лишь бы только увезти Расколоть Левое коммунистическое движение Остается меньше минуты Поэтому давайте Все-таки вопрос Концентрируем И ответим на него То есть Обновление Для того чтобы решить Проблему наличия И числа Оппозиционных депутатов В законодательном собрании Обновление Здесь не нужно Нужны какие-то другие инструменты Другие методы работы Правильно я понимаю Почему Обновление Оно идет Вопрос в другом Что то что хотят власти Оно совершенно противовес С потребностями населения Народа Большинство избирателей идет Потому что они пытаются Сокровить как можно меньше Чтобы мнения было Чтобы меньше критики было На уровне Регионального парламента А наша задача наоборот Потому что курс мы считаем Неправильный Он прогнил уже И надо Если мы не хотим погибнуть Вместе с этим курсом Мы должны Сделать все возможное Чтобы его предотвратить А сделать это можно только Радко У нас совсем немного времени Фракция КПРФ Если это будет предложение Внесено законодательно В УЗС Как будет за него голосовать Конечно против Против Я завершаю на этом программу Особое мнение Подходит к концу Алексей Возин Судепутат Кировской городской думы Руководитель фракции КПРФ Был сегодня у нас в гостях Алексей Владимирович Спасибо Всего доброго До свидания До свидания